Добрый день, коллеги, еще раз. Рада всех видеть. Наверное, такого количества слушателей. Честно, не ожидала, поэтому для меня это такое приятное удивление. Я постараюсь вас вовлечь в мир собственного производства и розничный формат, потому что для вещей, которые неотделимы, то информация, которой я делюсь, это чисто наработанный мой опыт. Поэтому все искренне, открыто. Вы можете принимать или какие-то вещи по-своему адаптировать, но в целом это то, что происходит в том профессиональном мире, в котором я работаю. Тема сегодняшнего выступления называется «Ключевая роль категории собственного производства при конкурентном усилении розничного формата и усилении лояльности покупателей». Что обсудим? Обсудим основные шесть вопросов. Ну, первое, традиционно, наверное, тенденции роста категории собственного производства, тренды в еде, питье. Мы обсудим, посмотрим, как влияет собственное производство на позиционирование самих ритейл-форматов, поговорим о создании ценностей в покупательском опыте. Обсудим технологии организации торгового пространства, ну и, безусловно, сформулируем с вами основные направления и возможности развития категории собственного производства. Наталья Чичок, разрешите представиться, да, будем знакомы. Текущий эксперт-бизнес-консультант, моя специализация, все, что связано с розничными форматами, созданием, развитием и категорийным менеджментом. Возглавляю компанию, есть большой опыт работы именно обходов MCG, есть ряд реализованных проектов, есть понимание разных рынков, лучший практик, делюсь открытой своей экспертизой. Но основные тенденции роста категории собственного производства, да, то есть потребительские настроения, спрос на прозрачность и технологии стимулируют развитие самих категорий, да, и при этом формируют ряд тенденций, которые влияют на будущее. Что здесь имеется в виду? Это здоровье и осознанное потребление, гарантия завода продуктовой безопасности, это потребление свежей и свежеприготовленной еды, да, то есть когда мы говорим, что это фокус на ультрафреш. Это разнообразие, сезонность, сочетание вкусов, новизна, перекус, свежеприготовленная еда и напитки, кулинария, готовое решение для быстрой доготовки дома, готовая еда, ожидания и диетические предпочтения наших целевых потребителей, удобство потребления. В любом месте, теперь это в пути, в магазине, в дороге, на отдыхе, развлечения, в любом месте, мы должны это учитывать или прозрачность, когда наш потребитель, особенно молодое поколение, для него актуально понимает, что из чего, как произведен продукт, как он утилизируется, перерабатывается, что с ним происходит потом, какой след он оставляет в атмосфере. То есть полный цикл информации о товаре, как знания именно продукта. Инновационность самих продуктов и блюд, да, ну и безусловно расширенный гастрономический опыт покупок в категории, собственно, производства с фокусом готовая еда. Не туда. Ну, какие тренды в еде, да, то есть понимая предпочтения или тренды в еде, мы понимаем, какие, ну как, что, собственно, какие продукты, собственно, производства нам производить. Производить и предлагать нашим целевым потребителям. И, соответственно, первый какой-то тренд, да, это чистое питание, да, это удовольствие организма, ума и души, наверное, больше, чем, ну, такое место убеждения, скажем так. И пищевая тенденция чистого питания означает отказ или ограничение, да, то есть от продуктов именно промышленной переработки в пользу собственной продукции. Если мы говорим про тренды в еде и питье, да, то в тренде продукты с низким содержанием углеводов, жира, с высоким содержанием белка, что здесь имеем в виду? Это диетические продукты, там, для палеодиеты, напитки, там, типа детоксы, да, то есть модные, интересные. Вот, это вода со вкусами, специальными добавками. Ну, так, там, немножко там дальше будет, про воду еще дополнительно расскажу. Вот, ну, вообще, конечно, новая такая эра или культура питья. Покупатели и потребители, ну, активно смешивают напитки, алкогольные, безалкогольные, все, что этого касается. И, как бы, на этом тоже мы можем создавать некую уникальность, создавать новые продукты, да, то есть смешивая, опять же, какие-то сочетаемые гармоничные продукты, составляющие. Ну, тут, наверное, стоит отметить, да, что вот актуально именно ароматизированные воды, и при этом здесь важны ароматы воды, да, о которых мы раньше, возможно, не задумывались. Это травы, это масла, это специи, да, или там употребление чая правильного, да, для каждого блюда. То есть потребитель в этом уже разбирается. Если мы говорим в тренде легкие летние закуски, ну, и немножко коснемся там еды на ходу, да, это не плитанская пицца, вот, ну, летом возрастает желание не только в освежающих напитках, но и как раз-таки вот в прохладительных таких угощениях, поэтому, наверное, создавать такие интересные легкие летние десерты мы всегда будем в выигрышной ситуации для потребителей. В тренде продукты из водорослей, да, ну, мы все знаем водоросли нори, есть еще красно-скандинавские водоросли, есть продукты из водорослей, да, они там варятся, жарятся, это может быть как гарнир, это могут быть спагетти, да, то есть по-разному, тоже на этом стоит обращать внимание. Также в тренде такие фреш-пакеты для быстрой доготовки дома, да, это и первые, и вторые блюда, ну, преимущество в том, что, опять же, там удобство, удобство потребления, доготовки, скорость, это удобно современным потребителям. Ну, и покупатели не ожидают того, чего они еще не испытывали, да, поэтому нам изумлять наших покупателей, да, то есть превосходить их ожидания, в принципе, никогда не поздно, и если двигаться современным трендом, то все у нас у вас получится. Ну, наверное, немножко, да, то есть проговорим про то, что важно, понятно, что мы на рынке видим то, что происходит, понимаем тенденцию, и следуя за тенденцией, мы создаем новый продукт, да, и как, мы в тренде. Но если мы научимся немножко превосходить ожидания наших потребителей, да, то есть понимать потребности потенциальные, изыскивать дополнительные какие-то направления пути или, там, опыт других компаний, там, на своем рынке, на других рынках, то возможности опередить конкурентную позицию, да, то есть у нас больше для того, чтобы предложить актуальные, ну, как, потребности наших покупателей продукт, собственно, производства. Скажем так, категория, собственно, производства и формата для меня такая очень, как бы, близкая тема, да, и тут я не могу, как бы, отразить и показать, вот сама диаграмма изображена структуры формулы розничного формата, и мы видим вот вверху, ну, так, к сожалению, нет возможности показать, да, то есть мы определяем ценностное предложение, позиционирование, выбираем формулу, и следующее, то, что мы делаем, выбираем ключевые категории. И категория, собственно, производства, это всегда в приоритете, это, в принципе, основа для того, чтобы отстраивать этот конкурентный фундамент, да, в чем будет сила нашего формата, поэтому это очень важно. Ну, тут слайд такой, как категории, собственно, производства влияют, в принципе, на позиционирование розничного формата, если вот, ну, скажем, из трех составляющих, да, как идея формата. Допустим, на примере, это некий магазин X, или формат, да, мы видим, что соединяет в себе ценности трех основных форматов, допустим, городской магазин еды и напитков, пекарню и там фреш-стор, да, и вы видите, что две третьих, то есть две составляющих из трех сильно зависят от, собственно, производства. Поэтому говорить про позиционирование формата, когда есть, собственно, производство без, ну, как, это будет неправильно, да, то есть в целом мы понимаем, что собственное производство всегда, если оно есть, в фундаменте успешного розничного формата, причем каждого. Ну, еда в каждом фуд-формате, да, то есть есть карта современных розничных форматов, вы видите еда сейчас, еда на потом, это основные импульсы, соответственно, опыт медленный или опыт быстрый, но в любом случае в каждом формате сегменте, да, то есть есть еда. Вклад категории, собственно, производства при усилении конкурентной позиции, то есть опять же есть вот формула формата, мы понимаем, какая ценность, какие цели для категории, собственно, производства, да, какая роль категории, собственно, производства, что мы от них хотим, какие это вот категории, сегменты. И, соответственно, тогда у нас есть доля, допустим, в розничном товарообороте нашей категории, собственно, производства. Если мы говорим, что это 50% и больше, понятно, мы вне конкуренции. Если мы говорим, что у нас доля продукции производства 30%, мы говорим, что мы обеспечиваем устойчивое конкурентное преимущество. Ну и по убыванию 20% сильное, 15% хорошее, до 10% формирует слабое или недостаточное конкурентное преимущество. И тут такой яркий пример, чтобы понятно было меньше, ну скажем, больше на примерах. Вот, это пример, когда вот сама ритейл, формула ритейл-формата, она не в конкуренции, это 100% за счет категории собственного производства. Это кейс, ну вот это один как бы портфель форматов одной розничной компании торгово-производственной, да, это VC и Kipi, допустим, и вот сразу был формат Kipi, в чем как бы преимущество? На 100% уникальный продукт собственного производства, да, это готовые мясные продукты, да, собственного производства, 100%. И, допустим, когда проработали определенный интервал времени, то есть компания, допустим, запустила в 2021 году, в прошлом, да, вот еще один пилотный такой же аналогичный формат, только в основе не мяса птицы, а рыбы, да. Поэтому тоже интересный какой-то формат, обратите внимание, ну вот, да, то есть как выглядит, насколько на самом деле категории собственного производства могут быть уникальны и, ну, готовы к употреблению рыбные продукты, и все. Ну, они все уникальны, за этим, это особая ценность, и только за этим могут идти и только к вам. Вот, это еще одно фото, да, то есть здесь, ну, вот 80 номинований вкусных рыбных продуктов, описание, из чего состоит. И обратите внимание, тут есть такой момент, вот на фотографии следующие, есть фирменные Kipi и Visi Banner, да, это электросковороды, в которых продаются горячими. Сейчас покажу, потом вернемся сюда, далеко уйдем, да, вот видите, вместе с готовой едой продаются принцип электрические сковородки, в которых эта готовая еда продается. И плюс еще к тому, что тут вопрос, на чем больше зарабатываем, да, вот, ну, вот, допустим, в Kipi это, ну, желтый, да, цвет, как бы, куриный, в Visi это голубой, как бы, для рыбы. Суть в том, что вы однажды, как покупатель, приобретаете этот Kipi Banner, он у вас дома есть, как замена тара, и каждый раз, когда вы заказываете готовую еду на дом, да, то есть вы это просто как обмениваете. Ну, и при этом это такой новый, интересный, инновационный опыт самой покупки. Двигаемся дальше, ну, вкусите атмосферу, я думаю, там просматривала, пролистывала фотографии, есть рыбные, ну, здесь уже, как бы, из мяса птицы, да, и видите, что не совсем традиционное блюдо, которые мы можем видеть, поэтому потенциал категории собственного производства, еще раз подчеркиваю, просто громадный, бесконечно. Ну, яркий пример, и как его не привести, да, в том случае, когда, собственно, производство, это как сердце самого формата, да, это глобус. Не стала брать наш российский пример, взяла европейский пример, да, чтобы не затрагивать коллег. И вот смотрите, как коллеги говорят о том, что, собственно, производство, глобус, это все, что душе угодно, да, и вот как вот три обещания основных, которых он обещает своим покупателям. И когда вот это так, то тогда, да, действительно достойный антипасти бар, там, да, мясной цех, пекарня мастер, ресторан, салат бар, витаминный бар, рыбный отдел, сырный даже отдел. Спросите, что там в сырах, ну, понятно, что есть там часть сыров, которых, возможно, компания производит, но больше фокус, собственно, производства на разных сырных заправках, кремах, ну, то есть вещах, которые дополнительно употребляем сыром. Или сыр является ингредиентом, лежит в основе продуктов. Если говорить про ценности, да, про создание ценностей потребителей, тут давайте этого затронемся, да, ну, ключевые категории, вообще, собственно, производства при создании ценностей в чем, да. Во внесении дополнительной ценности в ультрасвежесть, разнообразие, новизну вкусов, предоставлении возможности перекуса на месте, на ходу, в покупке быстрых покупок, да, вкусных решений готовых, в конкурентной дифференциации ассортимента. Ну, как в притяжении, удержании лояльных покупателей, да, то есть за теми категориями собственного производства, за которые покупатели специально приходят в магазины. Создание дополнительных случаев покупки, по которым, опять же, можно прийти в ваши розничные форматы. Ну, и в увеличении доходности категории за счет замещения привозного товара на собственный товар, да. Области создания таких ценностей, основные шесть областей, безусловно, это лидер, это сам товар, продукт, дополнительные услуги, сервис, потребительский опыт, технологии, цены, выгоды, стоимости, да, отношения, эмоции. Ну, и если мы говорим про программу лояльности, некие статусы для наших специальных потребителей. И свои покупатели лояльны, также есть у категории собственного производства, поэтому этим тоже важно управлять и учитывать при формировании ценностей самого формата. Ну, и как пример, возможности расширения опыта покупок в стандартном формате супермаркет за счет собственного производства, да, когда покупатель приходит за чем-то, но если, собственно, производство создает дополнительно какую-то ценность, условно, мы там перезапускаем пекарню, делаем какой-то цех, вводим какую-то новую категорию, да, то реально за этим могут идти. Это тоже дифференциация, усиление именно конкурентной позиции в целом, как бы, розничного формата. Ну, кейс создания ценности, да, то есть вот вы видите фотографию обычную, это стандартный магазин, есть просто станция гриль, там даже если присмотритесь, есть упакованная курица, которая не видна, она тоже, как бы, там находится, да, но просто, понятно, что в таком случае это просто продукт, собственно, производства и продажа, скорее всего, ну, в общем, неважно, не скорее всего, так и есть. Но мы говорим, что вот есть по-другому восприятие, как организовать наше торговое пространство, как поддать продукт, да, то есть вот весь опыт покупки этого гриля, да, вот именно в этом, как бы, формате, и тогда мы говорим, что да, это совершенно две разные ценности, это то, что будет дифференцировать, отличать, это то, за чем можно приходить специально в этот магазин. Ну, еще один хороший кейс, здесь немножко, как бы, другая составляющая, это польский кейс завка, да, то есть в чем, тут смотрите, вот если заходим сразу на сайт, и ровно так же это в торговом пространстве, где, ты голодный или ты жаждущий, да, то есть еда или питье, и дальше все это пошло, ну, как, преподнесение самих категорий или самих продуктов, оно идет в соответствии с тем случаем покупки, привязки к потребности, к той ситуации потребления наших целевых покупателей, которые приходят в эти магазины, например. Вот есть линейки продуктов, собственно, производства по своим СТМ, здесь некоторые всего, там, по-моему, портфеля около девяти, вот, ну, допустим, там, быстро еда на обед, да, есть своя торговая марка, есть свое меню, и мы понимаем, как, ну, что это за продукт, да, и сразу ориентируемся, что мне нужно по моей ситуации потребления, какой нужен продукт, или, там, детокс, какой-то заряд, какой-то напиток, или фудини, допустим, да, там, вкусный, как-то заряд витаминами, энергии, да, то есть есть свое позиционирование каждой линейки, есть линейка продуктов по каждой ситуации потребления, поэтому, если мы научимся в сетях создавать такие уникальные продукты под каждую ситуацию потребления, поверьте, наши покупатели это оценят. Ну, кейс создания ценности тоже собственным продуктом, собственного производства, это тоже глобус, не наш, да, вот, и здесь работает бар антипасси, и при этом, собственно, производство как продукт предлагает маринованные закуски собственного производства, ну, так как они и в тренде, и, то есть, ценность витаминов, да, то есть, минералов, да, то есть, в целом, нарядность, визуальность, мерчендайзинг, он выделяет эту категорию очень заметно. Ну, или другой кейс, да, создание ценности, когда мы говорим про нарезанные фрукты, ягоды, десерты, уже к каким-то вещам, к которым мы привыкли, свежевыжатые соки, смузи, да, такие как бы вещи. А можно я здесь буквально небольшую ремарочку и вопросов задам? Ну, коллеги, а поднимите, пожалуйста, руку те, кто приехали, ну, те, кто не из Москвы. Отлично. Поднимите, пожалуйста, те руку, кто знает и был в торговой сети «Глобус». Кто не был? Вот кто не был, пожалуйста, запланируйте прогулку хотя бы, ну, вот, я, знаете, я не устаю рекламировать этот проект. Это не значит, что не надо не ходить там в перекрестке, ну, перекресток здесь рядом, вот, сегодня Игорь сказал, тут называется дойти совсем недалеко. Но, вот, говорящий магазин и говорящий магазин посредством готовой еды, это вот ровно то, что вы должны увидеть, как люди, которые занимаются готовой едой. Вот. Соответственно, я просто знаю, что, как минимум, кого-то я тут успела, не знаю, я не вижу сейчас коллегу, успела уже довести буквально до туда. То есть у многих это вот большущее впечатление. Самое ближайшее, это, получается, метро Медведково, там «Глобус 3.0», «Широкая 2А» или что-то такое, но там несложно найти. Так что, вот, обязательно. Коллеги, поддерживаю институт Натальи, на самом деле, в «Московских глобусах» тоже есть много чего хорошего, интересного. Поверьте, тот полезный опыт, который точно никому не помешает. Я каждый раз, когда посещаю магазины, и как потребитель, покупатель, и как с кем-то, и с коллегами, всегда каждый раз выношу для себя что-то новое. Но дополнительно просто поддерживаю ту практику российскую, которая есть, еще тем опытом, который есть за пределами, для того, чтобы опять в новых форматах создавать некие необычные продукты, не повторяться, не повторяться за кем-то, а быть в эксклюзиве. Ну, хотя бы там какое-то время, пока за нами не начнут повторять другие. Идем дальше, да, кейс создания ценностей продуктов, собственно, производства. Когда мы говорим про готовые наборы, опять же там про фреш-пакеты для приготовления, они могут быть для салата, для жарки, для первых, для вторых блюд. Тут все очень по-разному. Покупательский опыт нового поколения, покупатели от нас ожидают много, но будут ожидать еще больше. Мы должны как бы к этому быть готовы. То есть динамика, обновление, ротации блюд, создание продуктов, собственно, производства, она должна быть. Мы должны двигаться вперед с учетом трендов, потребностей, с учетом увеличенных ожиданий наших потребителей. Ну, если мы это будем делать, все просто будет вау. Ну, и если мы говорили, что розничная торговля всегда была связана с пониманием покупателя, то теперь это нечто другое, да. И опять же, вот коллеги некоторые называют это как императив. Что это? Это, безусловно, требование знать своего покупателя, его случаи покупки, его диетические вкусовые предпочтения, его ситуации потребления. И в соответствии с этим, да, создавать те продукты, собственно, производства, которые мы производим и предлагаем. Дальше. Ну что, мы можем, живем в то время, когда они пробовать необходимо постоянно что-то новое. Поэтому не бойтесь быть близко с вашим, опять же, покупателем для того, чтобы чувствовать, понимать, следить за ситуацией, давать им ровно тот продукт, который они желают. Ну, такой пару небольших кейсов, да, то есть как посыл, что следует продолжать создавать такой омниканальный опыт покупок, потому что не все заканчивается на самих магазинах. Есть еще интернет продажи, да, эта доля растет. И таких потребителей, именно онлайн-покупателей еды, их тоже как бы много, поэтому обращаем внимание туда. И часто бывает так, что это один и тот же продукт, но магазин офлайн представлен по одному, но при этом для того, чтобы работала доставка, и как мы его предлагаем на онлайн-витрине, это немножко другой продукт, другой убаковки, да, по ту ситуацию потребления, которую покупатель заказывает. Или, например, мы, допустим, мы говорим продолжать создавать легкий опыт покупок. Что здесь имеется в виду? Ну, такие с Walmart, да, то есть просто ритейлеры, ну, скажем, зафиксировали, что их покупатели предпочитают разговорный опыт. И при этом создали вот новую технологию, там есть название, можете посмотреть, загуглить, изучить больше. Ну, суть в том, что есть рецепты, собственно, производства, есть продукты, и в которых готовится блюдо. Мы можем купить готовое блюдо, да, но при этом мы можем нажать на это блюдо, и нам в корзину сразу голосовой помощник положит все из ингредиентов. И это станет вашими тоже такими постоянным набором продуктов. Поэтому, опять же, если мы хотим продавать наших продуктов больше, да, то есть можно смотреть в сторону таких технологий. Ну, и мы облегчаем тем самым покупателю, как бы, именно опыт покупок. Основные драйвера, да, это создание ценности, улучшение опыта покупок, ну, это легкость, простота, приятность самого опыта покупок. Скорость, удобство, это прям генераторы такого инновационного опыта. Вот, технология, многоканальность, бесшовность опыта. Доверительные отношения покупателям и персонализация, я бы сказала, что как бы о мне, да, то есть мы персонализируем покупателя и как физических, так и онлайн. Лояльность, близость к покупателям, гарантия завода, свежесть, натуральность, чистота, если успели новую формулировку зафиксировать. Разнообразие, сезонность курсов, впечатление, эмоции, прозрачность и неподдельность, когда это по-настоящему и вы искренне. Немножко о технологиях организации торгового пространства. Ну, основной посыл или месседж, наверное, в том, что при, скажем, проектировании торгового пространства, да, то есть мы большую роль уделяем сразу представленности категории собственного производства. И на слайде просто приведены примеры нескольких зон, как может выглядеть пепикарня, да, то есть, ну, это не просто так, что мы захотели вот этот дизайн, нет. Мы выделяем нашу ключевую категорию, собственно, производства. Мы говорим, что там, допустим, есть рыбные полуфабрикаты, да, или категория рыба. Не просто, опять же, там, красивый визуал, вдохновляющий, это все понятно. Ну, зачем мы это делаем? Мы, наверное, ставим какую-то цель для того, чтобы помочь этой категории больше продаваться, да, то есть больше найти своих потребителей лояльных. Вот, ну, мясные деликатесы, сыр, свежие салаты, казалось бы, что может быть, какой продукт, собственно, производства, ну, там, в отделе свежести. Ну, если посмотреть, если на фотографии ближе, да, то есть, есть, там, целый ряд горок средне-температурных, в которых продаются салаты, как привозные, так и, собственно, производства, да, то есть, какие-то, опять же, те фреш-пакеты. Поэтому, еще будет там один слайд, мы остановимся к этой мысли, я вернусь. Вот, ну, на самом деле, как на сегодняшний день представляют зоны, как выделяют, собственно, производство, ну, это везде всегда, как бы, фокус. То есть, это делают, как отдельными, ну, таким, скажем, местом назначения, да, чтобы ты точно увидел это место в торговом пространстве, пришел, и всем вот этим вдохновляющим образом, вот этого места, категории, да, то есть, мы, в принципе, задаем особое значение категориям собственного производства. Это тот же пастивар, антипастивар, да, о котором мы говорили, вот, в гиперглобус, можете посмотреть. На вот этом слайде хочу остановиться. Про категории, собственно, производства. То есть, смотрите, вот маленький зал, да, то есть, в обычном плоском изображении 2D. И вот, где со стороны, ну, там, вынесено условным знаком звездочка, да, то есть, мы размещаем, планируем там размещать продукцию, собственно, производства. Но при этом цель у этого конкретно формата, да, то есть, удельный вес продукции, собственно, производства на первый год, допустим, после запуска этого формата выйти на 40%. Ну, то есть, под задачу. Да, мы говорим, что, ну, вот этих 150 метров торгового зала, смотрите, сколько звезд, сколько мест, возможности размещения продукции, собственно, производства, да, на такой компактной площади, казалось бы, опять же, что это за формат, под какую ситуацию потребления, под какие основные случаи покупки мы это фокусируем, да, и как мы это будем продавать. Вот, если мы говорим про, собственно, производство, где мы берем, что мы берем, безусловно, в таком маленьком магазине своего производства нет, но, допустим, мы говорим про приготовление даже в таком магазине внутри. Что готовим? У нас есть там вот, ну, вверху пекарня, да, если вы видите, да, и при этом пекарне есть пароконвектомат, есть фритюрница, есть гриль, мы можем делать картошку фри, мы можем делать курицу гриль, овощи гриль. Это, в принципе, одна, опять же, там, ситуация потребления, перекус, быстрая еда, да, поэтому мы это создаем и есть возможность это сделать. Если мы говорим доготовка магазин, ну, больше это, как бы, хлеб и выпечка, так как есть пекарня, если мы говорим, есть фабрика кухня дистанционно, да, и мы добавляем те сегменты, те категории, которых нам недостаточно. Это готовая еда, это пекарня, это кондитерские изделия сладости, это полуфабрикаты, мясные, рыбные, ну, и все, что нужно для корзины нашего покупателя. Направление возможности развития категории собственного производства, ну, то есть мы следование тенденциям развития категории, да, то есть знание еды, самой, как бы, именно продуктов и питья, вот, создание новых и дополнительных ситуаций потребления и случаев покупки продукции собственного производства. Вот, следование изменениям вкусовых и диетических предпочтений наших покупателей. Ну, такой ремейк, скажем так, организации категорийных и сервисных зон, то, что связано с категориями собственного производства в торговом пространстве. Обновление позиционирования формата за счет ключевых категорий, да, именно компетенций собственного производства. Укрепление формулы ценностного предложения формата за счет ввода новых категорий, да, или развития существующей категории собственного производства. Вот, разработки и ввода новых, уникальных, трендовых продуктов, да, то есть сезонных вкусов, о которых мы еще немножко позже поговорим. Вот, представление оптимального количества продукции, линеек собственного производства, то есть, а сколько линеек нужно, о каких, под какие ситуации потребления, да. Развитие категории to go, именно в высокотрафиковых магазинах, если мы стоим на большом трафике. Обеспечение нового опыта покупок в категориях собственного производства, я перечисляю, что это. Гарантия свежести, качества, ну, советы по питанию, да, приему приготовления, рецепты, ну, и, безусловно, усиление визуального мерчендайзинга, то, что нам никто никогда не запрещает, легко это сделать. Есть такой инструмент, сезонный календарь, да, то есть это как импульс для обновления. Обычно сезонный календарь, ну, кто использует? Коммерция, маркетинг, да, ну, собственно, производство как-то немножко в отрыве. И вот столкнулись тоже, как бы, в проектах и видим опыт европейских форматов, как коллеги работают с этим инструментом. То есть есть сезон, допустим, наших овощей и фруктов, и при этом же есть такой же сезонный календарь продукции, собственно, производства, с учетом сезонных предпочтений, да. И если, опять же, покупатель приходит к нам по сезону, хочет покупать сезонно фрукты, овощи, он ровно так же покупает по сезону те же блюда, собственно, производства, с вот этими вкусами, ингредиентами, да. Или, допустим, вот на примере там, ну, дальше будет, сейчас посмотрим. Это как выглядит, ну, пример, пример, как выглядит сезонный календарь в разрезе всех там фрукты, овощи, трава, грибы, зелень. Это надо четко идентифицировать и понимать, какие блюда с этими ингредиентами мы используем для того, чтобы опять это было актуально спросу наших покупателей. Ну, наверное, вот здесь, да, вот рецепты из кабачков или, ну, другого какого-то сезонного. То есть мы можем прямо ваши фирменные рецепты, понимаясь этого ингредиента, да, они могут быть готовы, они могут быть как рецепты, которые приготовит покупатель дома, но они могут, ну, они должны быть по-хорошему. Поэтому сезонностью прям очень рекомендую работать. Это тоже такая вот кладезь тех возможностей, которые мы часто упускаем. Совсем немного осталось. Платформа вкусовых и быстрых рецептов, да, то есть надо делиться с покупателями своими, собственно, фирменными рецептами. Мы говорим, что мы можем рекомендовать и формулировать советы приема приготовления, опять же там, ну, под ситуацию, куда это нужно, да, и коммуницировать правильно про еду с нашими потребителями. Еще такой важный момент, да, что вот открывайте для потребителей собственные бренды. И здесь на примере просто приведено, как в кейсе одного ритейлера, просто восемь, ну, таких, скажем, собственных продуктов, линеек под разный случай. То, что нужно. Поэтому не бойтесь дифференцировать каждый продукт, каждой линейки, он может быть по-разному восприниматься покупатель. Это разная ценность. Ну, или вкусный пикник, да, этот пример, кейс, как подситуативное, скажем, такое потребление, что мы просто подбираем ассортимент категории, собственно, производства, опять же, еды, да, с учетом какого-то, ну, так, вкусный пикник. Не просто там кулинария, еда, мясо, да, вот немножко как бы по-другому посмотреть на все это. Ну, и усиление визуального мерчендайзинга – это сильный импульс к увеличению продаж. Прям вот, ну, тут и говорит, наверное, нечего, да, поэтому, коллеги, я призываю, повышайте впечатление, усиливайте симпатию ваших покупателей, ну, а передовые идеи пробиваются сквозь шум и прокладывают всегда новый путь. Поэтому не бойтесь думать, осознавать и пробовать что-то новое. Вот. Хотите знать и сделать больше? Свяжитесь со мной. Спасибо. Спасибо. Ну, пойдем без вопросов. Действительно, все-таки я не оставила времени. Знаете, у меня как раз та история, что всегда контента больше, чем времени. Мы и так этот день увеличили на час, но все-таки не укладываемся. Спасибо еще раз, Наталья, за специально подготовленную для нас презентацию. И до встречи на других мероприятиях. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...